Здравствуйте, уважаемые родители! Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам предлагаю провести несколько простых опытов. Но надо быть очень-очень внимательными. Сегодня для опытов нам понадобится простой стакан с водой, бумага, на которой нарисовано что? На бумаге нарисована стрелка. Стрелка нарисована в какую сторону? Стрелка нарисована в сторону вазы. Смотрите, что произойдет, если я листок со стрелкой спрячу за стакан. И потихоньку буду передвигать мой листок со стрелкой в сторону вазы. Что вы увидели? Вы увидели, что стрелка теперь в другую сторону? Вот какой у меня сегодня волшебный стакан. У меня еще есть листок, на котором нарисованы волны. Если я этот листок с волнами тоже поставлю за стакан, и буду потихоньку двигать в сторону вазы, что вы видите? Линии стали прямыми. Вот какой у меня сегодня волшебный стакан с водой. Я предлагаю вам еще один простой, но очень увлекательный опыт. У меня есть вот такая игрушка, похожая на чупа-чупс, только есть нельзя. Это шпажка, это бумага, на которой нарисована банка, а с другой стороны божья коровка. Если быстро вращать эту палочку между ладонями, то, может быть, вы будете внимательными и заметите, что при быстром вращении, оказывается, моя божья коровка попала в банку. Я вам предлагаю сделать такую же игрушку. Нам понадобится с вами шпажка, две заготовки круглой формы и клей. Я заранее нарисовала на одной заготовке цветок, а на другой стакан с водой. Намазываю клеем одну круглую заготовку, кладу на нее шпажку и сверху кладу вторую круглую заготовку, на которой нарисован цветок. Все это плотно соединю. У меня получилась вот такая игрушка. С этой стороны стакан, с этой стороны цветок. Если я быстро буду вращать между ладонями, то будет создаваться иллюзия, что мой цветок стоит в стакане с водой. Вот такие вот у нас сегодня с вами простые, но увлекательные опыты на внимание. Вам понравилось? Ну тогда до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok